Из седых веков Белорусы, Белорусы, Белорусы 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 Дорогие друзья, наверняка вы узнали эту музыкальную композицию, эту песню, которая только что прозвучала, а исполняет ее вокальная арт-группа Белорусы, основателем и несменным руководителем которой является наш гость, который вот-вот скоро выйдет на эту сцену, Валерий Шмат. Дорогие друзья, перед тем как мы все-таки пригласим нашего гостя на сцену, я хочу буквально познакомить вас, несколько слов рассказать о нем. И так родился и жил Валерий в небольшой белорусской деревне, где не было музыкальной школы. И вот вы только представьте себе, что 9-летнему мальчику приходилось на велосипеде ездить за 10 километров в близлежащую музыкальную школу. Но, конечно же, настоящей, отдушиной для него была игра на органе в местном костеле. Вот уж любовь на всю жизнь, да? Вот полюбил он орган с детства и по сей день не расстается с этим инструментом. Вот правда говорят, что талантливый человек талантлив во всем. Чем только не увлекался Валерий в детстве, где он только себя не проявлял, где он только себя не искал. Вот представьте, что в 9 лет этот потрясающий музыкант занимался восточными единоборствами. Также он занимался авиамоделированием, писал стихи, причем на некоторые из его стихов уже написаны песни известными белорусскими композиторами. Вот кем только он не мечтал стать. Хотел стать и военным, и врачом. И представьте себе, какое-то время он даже мечтал стать священником. Но все-таки музыка стала самой настоящей любовью и страстью Валерия на всю жизнь. Итак, в 2005 году, уже после того, как Валерий блестяще закончил и музыкальное училище, и консерваторию с красным дипломом, с золотой медалью, В 2005 году молодой, талантливый, амбициозный, дирижер, блестяще образованный Валерий Шмат основывает вокальную мужскую группу, арт-группу «Белорусы», которая стремительно взлетает на музыкальный олимп и до сих пор гастролирует по всей Европе. Помимо того, что Валерий блестяще играет, он еще и потрясающе поет. Именно в этом вы и убедитесь. Ну, а что касается органа, то это уникальный инструмент. Он заменяет звучание всего оркестра. Это очень сложный инструмент. Ну что ж, дорогие друзья, не хочется превращать наш сегодняшний концерт в лекцию, и поэтому я с удовольствием приглашаю на эту сцену нашего гостя. Итак, лауреат международных конкурсов, органист, композитор, основатель арт-группы «Белорусы», да и просто потрясающе интересный человек Валерий Шмат. Ваши аплодисменты! Добрый день, шановные сябры! Добрый, пригожий день! До всего сердца витаю каждого из вас. И вы, как будущая наша нация, хочется промолвить сегодня до вас по-белорусскому. Вы, напевно, видите, что орган, и задаетесь вопросом, что это за инструмент. Это и несоправный орган, но это и неэлектричный орган. Есть современная немецкая технология, которая называется «Хауптверк». В этом инструменте вы видите две клавиатуры, и так само, поглядите под эту лавку, там так само есть клавиатура для ног. Больше 20 клавиш, которыми органист играет не только руками, а также ногами. И поэтому этот инструмент, сэмплерный, он играет гуками соправных органов. Сегодня я буду играть органами, которые находятся поблизу Лондона. И зараз переносимся у старожитную ангелу. Я попрошу взробить тишиню, потому что гэта и старожитная гуки повинны сходить с тишини, с тахотел. Потому что орган – это не только инструмент, гэта целая философия. Итак, первшим твором я заиграю твор Ягана Себастьяна Баха. С его мандументальной кантаты «Страсти по Матфею». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты Аплодисменты Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Мове, якой больше Некольки тысяч Годов. Итак, Гендель и его арея Дюкнаре. Аплодисменты. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Старожитной мовой была латынь И она не только была в богослужебной практице, но и в практице медицины, юристов, медиков И у католицей церквей она застается и до сегодняшнего дня На этой мове створались великые трактаты философов, богословов и сегодня величные философские думки в перекладке на разные мовы, тем ликой на нашу белорусскую, сегодня мы читаем и восхваляемся ими, и гоноримся ими. И на приконце моего выступа у некоторых легендарных творов, например, все мы слышали с вами слово «полифония». Я еще десять годов тому назад, как памятую, когда доставали сотовые телефоны, и один перед ним казали, у тебя такая-то полифония, у меня такая-то, и называли это слово «полифония». На самой справе, на славянской мове это правильно называть полифония. Что и чем отразумевается полифония от гомофонии? Например, у гомофонии мы докладно с вами ведаем, что есть мелодия, например. Гармония – это фарба музыки. Мы фарбуем музыку в разные фарбы, в черные, в светлые. Например, вот эту мелодию я могу фарбовать в некоторых фарбах, первая из них – мажор. Другая минорная фарба. Есть так само шмат инши фарбу, например. Например, такая фарба. Есть шея десятки и сотни фарбов. Это хомофонная музыка, когда есть мелодии и ее фарбы. Но полифоничная музыка – это совсем иншая. Там нема головного и другого. В полифоничной музыке каждый голос играет свою мелодию. У человека только десять пальцев. И вот этими десятью пальцами ему нужно одноразово играть две, три или четыре мелодии. Самый складанный жанр полифонии – это фука. Напомню, каждый из вас шут это слово «фука» и никто не видит, что такое. В переговоре «фука» – это значит «бег». Потому что большая фука – это очень-очень руховые творы. И нават арганисту, альбо клавесинисту, цепианисту не гаспынится. Это вельми худкие творы. И больше того, каждый палец, каждый рух – это своя мелодия. Зараз заиграю четырехгалосную фугу, написанную композитором Готлифом Муфатом. Муфат имел мусульманские корни, но работал при католическом кляштере. Итак, один из самых складанных полифоничных жанров – фуга. Готли Муфат. Готли Муфат. Готли Муфат. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 из оперы Ринальда. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Дмитрий 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 праздник, настоящий праздник высокой музыки. Мы сейчас для вас споем несколько произведений, всего три произведения. А капелла, для того, чтобы наш второй музыкант мог организм немножечко отдохнуть. Итак, это разные эпохи. Я знаю, что вам всегда интересно, какая музыка звучала в 16 веке, в 18-м, в 19-м. Сейчас поставим вам три произведения, которые написаны в разных веках. Первое произведение – это белорусские дипломные канты, два канта, написанные в 18-м веке. Послушайте, пожалуйста, «Виталь Мария» и «О Мария, Мати Бога». ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 это реквием, это такие крупные произведения. Но вы знаете о том, что, конечно же, все музыканты, все композиторы писали духовную музыку. Как русские композиторы белорусские, так и западноевропейские. Произведение, которое часто звучит, очень редко исполняется. Исполняется на латинском языке. Это произведение звучит в месте, когда идет пресса в католическом франции. Локус Исте. Австрийский композитор Антон Бруклер. Памешка ПЕСНЯ 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 1646-й год рождения, Джулио Качини, выдающийся композитор и аргумент. Произведение называется «Аве Мария». Звучит акапелло, то есть без инструментального сопровождения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «Аве Мария» 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аплодисменты 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 КОНЕЦ 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 Спасибо большое, дорогие друзья, за ваши аплодисменты. Конечно же, отдельное спасибо администрации областного лицея за такой теплый, за такой потрясающий прием. Дорогие друзья, а я горжусь тем, что я стою на сцене с такими замечательными, великолепными артистами. Дорогие друзья, ваши аплодисменты нашему гостю. Молодой, креативный, амбициозный музыкант Валерий Шмат. Подарим нам сегодня такой праздник. Народная артистка Беларуси Галина Павленок. Валер международных конкурсов, камерный хор Гомельской областной филармонии. Художественный руководитель и главный дирижер, заслуженный деятель культуры Елена Соколова. Дорогие друзья, сегодняшний концерт вела музыковед Гомельской областной филармонии Виктория Чернова. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ